постыдные грехи поступил вопрос на канал визагет о том что такое постыдные грехи и как быть когда стыдно говорить о некоторых грехах на исповеди но в идеале нам должно быть стыдно за каждый грех в идеале потому что любой грех нас разрушает богом любой грех мучает совесть вызывает чувство опустошения и когда мы разрушаем наши отношения доверия с богом когда мы разрушаем то что нас ним связывает вот ту любовь которую которую он нам дал который у нас было какое-то время конечно бывает стыдно но бывают особые особые грехи которые стыдно говорить не все надо рассказывать священнику с какими-то ненужными подробностями чтобы и самому не смущаться и священника не смущать но тем не менее надо понимать что чем искренне будем исповедоваться чем откровение мы будем на исповеди тем больше пользы мы получим и для священника на исповеди и искренне покаяние кающегося является большим утешением на самом деле даже он говорит когда казалось бы какие-то постыдные для того вещи и чем чек больше стыдиться тем в конце концов больше достоинства он имеет перед богом чем человек искренне кается и больше сокрушает свое сердце тем он духовнее и и выше после покаяния господь прощает таких людей и дает им особое особое утешение поэтому надо преодолевать этот стыд как в смысле преодолевает это не значит избегать его он должен быть преодолевать на что понести надо просто надо потерпеть его и стоит это тоже такое состояние души которые помогают осмыслить грех и помогает отвратиться от греха потому что когда человек перенес стыд ему потом не хочет снова к этому стыду возвращаться стыд это все-таки такое душевное потрясение для человека это потрясение память об этом потрясение помогает не повторять эти грехи поэтому все же надо постараться иметь мужество рассказать своем грехе честно всяких прикрас ненужные подробности там не приличные подробности они не нужны главное сказать суть греха зачем все понимает надо помнить что мы все же каемся самому господу богу хотя присутствует священника и искренне покаяние всегда вызывает радость радостью у кающегося утешения священнику и если мы настроены на покаяние то радость который бывает у самого кающегося и у священника которые слышат искреннюю исповедь со стыдом с крушением сердца она как раз указана в евангелии господь говорит что сказываю вам на небесах более радости будет об одном грешнике кающимся нежели о 99 праведниках не имеющих нужды в покаянии внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и до